привет друзья здравствуйте я уже по вам соскучился вы пишите в комментариях а я нет но ничего страшного ведь это придаст алгоритм ютуба больше просмотров и нас больше посмотрит людей сегодня мы смотрим с вами как обычно дурацкий шоу который есть на нашем телевидении у нас в гостях никита некрасов резидент этого шоу он запросил чтобы я так его объявил так и конечно а борис делегер пока что не резидент сегодня мы с вами смотрим наше любимое шоу это опасность связи так уж и бы что она богата на смешные выпуски на на рейтинге так вы смотрели вообще опасной связи никогда я раз в этом легендарном жизни смотрю это нормально но она очень смешно она про измены борь все нормально мы проверенных людей позвали на это шоу все начинаем вот таких да сучда мы смотрим когда у нас есть что сказать мы останавливаем жмем на пробел это для телезрителей они чести можно чистить все нормально я если что это вырежут а может чистить сколько угодно чувствуется за что лето в кадре мы просто нищие так все начинаем просто нет такого стула блять смотрим опасные связи в стиле паркурс включая борь пожалуйста светлана добрый вечер здрасте я денис я дмитрий мы вас лучше внимательно я подозреваю что он не парень рома мне изменяет последнее время он стал каким-то нервным дерганом я спрашиваю в чем дело что то случилось что он от меня отстань все нормально я помогу один оттого ведущего я не понимаю ты первый раз смотришь на появится 3 они исчезнут что может что-то на работе случилось дело в том что он нигде не работает не прогадала буквально недавно делала генеральную уборку дома отодвигала диван нашла крышечку от духов не было смешно я крючках я узнала я отодвигаю диван и там шлюха из крышечек такая написано он тебе изменяет дальше скажет а я я что выбрать я смотрел это шоу к сожалению это спойлер что по-любому он кого-то возит точно ваших это точно дмитрий не мои потому что я торгую этими духами более это дорогие духи я у меня доходы даже не те чтобы такие покупки я нищий откуда у меня доходы откуда у меня туалетная вода нахуй откуда у меня акса за 160 рублей я захожу домой а там смыто в туалете а мы не смываем очень подозрительно и вот это вот лицо у него лицо господи это просто изюм ты не представляешь у него всегда в кадре очень брутально сидали был крут если показали в чертоге разума да там нихуя не происходит что это находку продивили романа естественно подъявила но и здесь отмекивается говорит что Он не знает, может быть, это моя подружка обронила, может быть, мои тесты. Подруга ебалтывает. Ну, я обронил случайно. Это не измена, это дружба. Может, твоя подружка случайно проходила под диваном и обронила. Обронила, так крылась. Мне понравилась вот эта, знаете, аргументация. Он отнекивается. Это чьи духи? Нет. Ну, это работает, мужики, если что, знаете. Нет, работает. Это мои тестеры, но у меня даже нет этих духов продаж. Он врет. А нет, на дружбу просто дома сидит, никаких хобби, ничего. Вообще у него специальность хорошая, он автослесарь. Но дело в том, что он лентяй жуткий. Он поработает у своих друганов в гаражах один месяц, а остальные два ничего не делают, бездельничают. Почему всего три месяца? Это она как считает? В смысле? И она говорит, один месяц он поработает, а остальные... Ага, говорит. И с того же года три месяца. Да, да. Все, пожалуйста. Может, просто выгнешь его и все? Но дело в том, что я у него живу в квартире. Да и мужчина... Это че, вы вообще, может, выгонишь его, а может, и меня возьмешь? Это шоу скоро закроется. Блядь, очень смешно. Сначала бы узел, а панка, ну, а почему ты у него выгнешь? Да дело в том, что я у него в квартире живу. Поэтому все, в принципе, нормальный парень. И он, в принципе, хороший, не пьет, не бьет, так сказать. Еще, сейчас такого пойди найди. Хорошо. Давайте тогда установим. Что свои квартиры-то? Мы наблюдаем за вашим молодым человеком. Хорошо. Ладно, всего доброго. А завтра, ты видишь лицо ему интересное? Как в той серии? Не расходим. Не пьет, не пьет. Уже классный мужик. Ну, у всех в своей критерии сейчас. Зато измену никто не прощает. И тут мэм такой, а я свою пищу. Оперативники установили наблюдение за подъездом дома, где живет подозреваемый. Прошло уже полдня, а интересующий нас объект до сих пор так и не показался. Что он же безработный? На задание он пошел ставить камеру в подъезде. Костюм закладчика. Так, всем внимание. Роман Волков, 36 лет. Временно не работает. Не женат, детей нет. Так, Нарушка, ты въем, уже все. Да. Нарушка, продолжаем вести объект, докладывайте о перемещениях. Мышка Нарушка, что это? Да, ты видишь, она бежит прям вот так с маленькой камерой. Нет, ты видишь, она маленькая камера вот так елена сзади. Сзаллизированная мышь, как из черепового пашек линдзя, вот этот спринтер. Мы это называем компьютерная мышь. Каламбуры наши все, джентльмены. Ладно, продолжаем. Доброе сделаем. Олег, ну все, можно отправляться на помощь. Тихо. Роман представляет собой сложную цель для наблюдения. Ввиду отсутствия постоянной работы, у нас пока нет даже приблизительного понимания его распорядка дня. И сейчас подозреваемый может идти куда угодно. Он же безработный. Мама, а что, может, и решил съесть? Обычный день безработный. Уже не наблюдательного. Обычный день безработного. Докладывайте, потому что мы начали работать в квартире. У него звонок, пока даю звук. Алло. Приветик. Проходит. Да все отлично, как у тебя. Смешно, если он с этим мужиком разговаривает. Ты скоро мне достаешь посылочку. Я тебя жду. Я за твоей спиной. Да, какие-то у нас минуты в тарифе, да? Вот такой тем не занимаетесь. Такое игривое, игривое отношение. А ты сегодня придешь? Нет. Ну да, соскучился. Блин, жаль, конечно. Нужно же завтра ждать. Хорошо, хорошо, давай. Тогда до завтра. Завтра будет встреча какая-то. Здравствуйте. А ну что угодно? Роман по кому-то соскучился и надеется на встречу завтра. Тем временем в квартире подозреваемого оперативники заканчивают установку видеокамер. Олег, да, видим тебя, докладывайте, Диме. Чисто для мышки установил. Как все помыто. Ребят, все принимаю, все отлично, спасибо. Роман забрал шаурму, однако по шаурму не домой, а в противоположной. Я думаю, а если он не принимает, что будет вообще, типа, он скажет, ну я спускаюсь, нахуй, я сейчас пойду все перенастраивать. Плохой ракурс. Резон забанен, ребята. Кстати, они всегда подбирают ракурс, где видно только ноги. Знаешь, только пятки сверкали, типа, это очень важно. В каких носках он ходит. Да, мне вот еще интересно, а вот эти вот все комментарии, это если кто-то слепой включил программу, я не понимаю, он забрал шаурму, я вижу, зачем это? Не, ну они все комментируют, типа, он прямо досконально. Когда запросили определенный бюджет, уместился в 1015, и надо все оправдать. Грузовик. Волос за кадром, 800 рублей, мы будем использовать его на полную. В противоположную сторону и стал есть на ходу. Возможно, он договорился о какой-то подработке на сегодня. Продолжаем наблюдение. Но это вредно, на ходу есть. Пока не идет в сторону дома, все спокойно. Некоторое время спустя стало ясно, что никаких дел у Романа нет. Он поел, прогулялся и теперь просто скроллит новостную ленту в телефоне. Похоже, что мужчина... Какое модное слово, это какого года все программа у нас? Они подготовились. Это современное, это сейчас идет? Да, ты что, получается, каждые пару дней они выпуск выкладывают в YouTube. Это столько измен у нас. Ужас. Брики. Ты сейчас поднимаешь проблему института брака в России, я правильно понимаю? А сколько? Я как и не в таком серьезном шоу. А просто, знаешь, сколько браков, развода вообще? Очень крепкий. Да, развода, да. Больше 50 разводов. Он на какой-то другой вопрос. Прогриво. Это такой чувак. Очень крепкий, просто, развода у нас. Какой кофе вы любите? Чисто. Криво одном. Очень крепкий. Снимается от безделья и не знает, как убить время. Обычный вторник. Еще в регенте не знает, как убить время. И тут, Андрей, киллер. Кроссовки у него хорошие, брюки хорошие. Вообще одет стильно, так прикольно. Да, откуда-то он берет, потому что шавуху тоже, это две сотки, возьми и выкинь. Ну, блин, ты подметил. Вы недоположны. Это только обед еще. Да, это только, да. А это еще есть и другие времена еды. Времена. Да, осень, когда он ест еще. Весна. А люди вот эту осеннюю шауру. С листочком вот есть. Где ни капустные листья, а осень. Там клен был. С соусом хандры. Ой, красиво. Ой, Есенин зашел в чат. В московский зорной гуляк сейчас сидит здесь. Ждет здесь кого-то. Ира. Ир. Сто процентов. Ириду. Вот она. Звук фиксируем. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Я думаю, вот как они фиксируют звук вообще. Вот типа где вот. Они тут вешают микрофончик. Как мы, да? Значит, смотри, там была обученная мышь, тут специально обученная ворона на дереве. С вот этим микрофоном большим, магнатым. Вот с такими наушечками сейчас сидят. А потом они в Дойтис в мире животных снимают, там Гроздов всех приручил, и они вот они. Как поменялась в Москве при Собянии, даже животные при работе, правильно? Да, да, да. Сейчас животные работают, а хахаль не работает. А преданное какое будет? А преданное какое будет? Биржа труда в Москве. Не будь хахалем. Да я с подруги допусти. Пойдем провожу, не сделай все равно ничего. Ну ладно. Пешеход, давай за ними, нужна суть диалога. Пешеход это его типа нукликуха, чтобы не поняли. Пешеход. Вместо Орел вылетел, что они такие пешеход, вышел из дома, они вообще не шифруются. У нас пешеход, водитель, этот, форточник. Чисто такие погоняло. Погоняло по трудовой. Вот ты, живу, а ты? Да нормально, все сижу, бездельничью, безработной. А что так? Живу для себя. Якобы случайная встреча Романа с Ириной теперь кажется подозрительной. Возможно, мужчина надеялся увидеть девушку и специально ее караулил. Но зачем? Вряд ли, чтобы просто проводить доподруг. На улице чпохнет. Ни руку у меня нету. Здесь, тут, здесь. Может, зайдем ко мне? В двух метрах от них. Да. Я говорю, вообще, ну, прикинь, вот если возле тебя ходил тип, ну, блядь, ты ж, видишь, наверное, который за тобой ходит? Ну, ты ж так, блядь, так тупо вообще, я думаю. А он с табличкой, я не шпион. А, ну, да ладно, да, тогда, тогда нормально. Смотри, как вот расстояние, ну, прям вот близко. Не пустаново. Ко мне. А твоя-то где? Нету, она уехала. Сегодня не будет. Ну, я уже подруги обещала, не знаю. Да ладно тебе, че-то подруга. Ситуация принимает интересный оборот. И вот уже мы узнаем, что девушка Романа якобы куда-то уехала. Он сам заманивает Ирину к себе в гости. И она, похоже, соглашается. Ужас какой. Господи, что творится в этой стране? Че-то Джотт хватило. Шалума какая-то была, не знаю, не свежая. Давай ладно. Ничего на вамзале покупать. Они такие, так, на этом бы сюжетный поворот сделают. Наверное, мы через мою муху зайдем. Камера в туалете, где он в таком ахуй. Господи, кто знал? Че-то вылетел изо рта сейчас, когда я орал. Можно это подрезать, да? Нет. Мы оставимся прям вот так. Вот так будет. Это кто шавуху делал? Ага, типа он бежит в стакан. А это кто? Я не знаю. Я думаю, это коллектор. Но у нашего подозреваемого оказались проблемы не с животом, а с неким неизвестным гражданином. Опа. Свидание с Ириной сорвалось. А вот гражданин... Смешно, что он его ебал до этого. Ты не качественна меня. Это что за шлюха? Убегай, убегай. Шлюха, притянувшись к гражданину. Преследует Романа. И помату надо минимизировать, да, наверное? Ну, я не знаю. Это же на ютубе вообще пофиг, наверное. Ну, да. Нам пока нечего предъявить. Ребят, пишите, как вам помату? Нормально, ненормально? Давайте квартиру контролируем. Мужчину можно оставить. Второй день подряд наша команда работает по делу Романа Волкова, которого подозревает в измене его девушка Светлана. Мы зафиксировали несколько тревожных сигналов, однако четких фактов, подтверждающих неверность, у нас нет. Сегодня Роман бездельничает дома. У меня трешка, да, хорошая? А, я понимаю, здесь вот женщину знакомую заметят. Нормально. Да, это Анна звонит по телефону, дайте картинку в столице у подъезда. Мой мальчик Ирина. Ну-ка, нажми на колодец. Подрезала шапку вчерашнюю. Да, ободка. Нормально. Стилер. Джинсы хорошие. Джинсы хорошие. Джинсы хорошие. Сзади вот такой ракурс интересный. Так снимите, так снимите. Ну, вчерашняя Ирина? А мы думаем, что это она? Нет, мы думаем, свежая. У вас какая Ирина? Это же еще Урма, он не может второй раз подряд так. Ну что это такое, ребят? Вчерашняя Ирина, дайте мне новую. Есть сегодняшнюю Ирину? Я уже с Урмой отравился, тут же Ирина вчерашняя. Ну куда это вы? Ну ни в какие ворота ей. Я не хочу второй день в туалете сидеть. Мне смешно, свежая Ирина это моя, мне кажется. Нарезь туда мему, свежую Ирину. Вообще какая-то некрофильная рубрика, свежая Ирина. Пошелковали свежую Ирину. Выпуск из Петербурга. Лук сейчас дадим, секунду. Что, лук? Да, я же. Я думаю, лук сейчас дадим. Это вы Ирину нашелкует лука. Смежая Ирина, возьми же луком. Не снять она. С кольцами. Два дня идет съемка, второй день. То есть они по-любому забегают, батарейки же меняют. Или они от розетки у них все камеры. Он ходит, что-то розетки все заняты, что-то за хрень такая, вообще не могу понять. И фонарики красные дегают. И счетчики бы так рец мотают. Что-то в этом месяце прям сильно мотало в этот день. Не могу понять. Я же целый день дома не было. Я думаю, это все еще животное. Это дятел с розетками. И натоптанное постоянно каждый раз. И откусанное от моей этого. Еда как-то быстро уходит. Я поэтому за швуру маюся, пожалуйста. От колбасы прикинь. Я кусок такой. И вот этот огромный мини-вен возле подъезда опасной связи. И знаешь, что-то с тарелками у нас такие. Чувак с биноклью. Вот этот чувак с камеры напротив меня сидит. Я вообще как-то просто поджидаю. Смотри, вот это же реально пишут люди, что это не подстава. Я читал в комментариях, что это люди правда верят, что это вот так снимается. Вы вообще представляете, что это за дичь? Но ты веришь, что это правда так снимается? Мне хочется верить. Это топ-10 самых честных передач. Вместе с часом суда. Давай поженимся же еще свою любовь, правда? Да. Да. Мужское и женское. Да. Там есть мужское, да? Женское. Тоже есть. Эй, ты за мужское не говори, блин. Что за женское тут пояснят? Знаешь, вот это вот? Ей всего, пошел у тебя. А, на продаже. Я дома, дома. И я забыла номер квартиры. Слушай, знаешь, давай-ка не сегодня, мне не здоровиться. Вот что-то со вчерашнего дня так же. Это не сегодня, я сегодня не помню. Я завтра на эту бумажку там написано 64, я тебе скажу. Уезжай. Ну, нашел, нашел. Как дегенерат. Суслай мне, не очень. Ты издеваешься, что ли? Я не хочу тебя просто заразить, мол. Ну, что-то со мной не в порядке, короче. Ну, ты не мог позвонить, представь, в конце концов. У тебя телефонную связь отменили, или что? Не хочу тебя... Наверное, она передается, потому что капельная. Да, при диарее так передается. Ой, господи. Знаешь, что, короче, все, давай, пока. Отдыхай. Это ультиматум. Обожаю женские диабины. Все, давай, отдыхай. Отдыхай, это все, значит, ты сучара позорный. Я такой, пока. Спасибо. А, ну, что, отдыхай, сказала, ладно. Ладно, а я так заработался. И в Анапу уехал человек. Уговаривал девушку зайти в гости. Старался. Но все испортил загадочной незнакомец. Сегодня никакой угрозы как будто нет. Но подозреваемый продолжает рассказывать сказку про плохое самочувствие. Интересно. Ну, пока интересно. Работаем в квартире дежуре. Ну, вообще, что за создания такие? Что за создания такие? Леся, привет. Леся, Олеся. Ну, все, ты придешь сегодня? Понятно, почему он Ирину отшил. Ну, отлично. Я тогда, наверное, успею еще в магазин расходить. Все, хорошо. А Олеся, это главная героиня, которая первая братьевна? Как первую звали? Первая его девушка, они живут вместе. А его девушку тоже живут. Они живут вместе. А я не понял, как ее существует. Ну, это не одна из них. То есть, это третья баба у него. Да. Ну, с харизмой парень. Безработный. Он с харизмой, с трехкомнатной харизмой. Он, извините меня. Какой же хата решает, да? Все хата делает, вот так. Просто будет хата в Москве, все. Тут вообще даже работать не надо. Девчонки так вешиваются. За продуктами решил сходить, так, чтобы шаурму не есть больше. Новое вводное. Оказывается, Роман ждет в гости некую Лесю. Видимо, как раз поэтому Ирина была отправлена в освояльство. Удивительно. Как он тут биралов узнал? Смотри, мама же. Ирина была отправлена, думает, как бы на хуй не сказать. Как бы как бы в освояльство. Сценаристы сидят, такой, тут немножко славянского фольфа. Да, да. Не хватает, что такое этакого. Стой на хуй. О, этакого. Что нам финансирование с государством пришло. Да. Фонд кино. Ждем бабки. Удивительное непостоянство. Или, напротив, возможно, четкое следование собственному расписанию общения с дамой. Леонид, ну нормально вообще устроился. Типа у него, видишь, у него по вторникам Ирина, среда Олеся, четверг у него перекур. Я не помню, как называется это. По-моему, или кабелизм, или тайм-менеджмент. Что-нибудь. Тайм-менеджмент, да, нормально. Я же сказал. Тайм-менеджмент, блядь, пизду. Тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент, блядь. Тайм-менеджмент, за ним бежит опять. Осторожно, будьте готовы. Тайм-менеджмент, да. Тайм-менеджмент, блядь. И работу делать, конечно. И женщин. И женщин, блядь. Весы, блядь. Там работа в конце приоритетов. Ну, вообще, где-то... Самый-самый где-то, но после, там, почесать там улитки какой-нибудь. Тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент, посмотри, сколько тут вы. Тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент, а мне нужен микрактон, почесать улитки? Да, а потом идет работа. Улитки почесать? Ну, типа, когда ты видишь улитку, думаешь, блядь, почешу ее. Не, он по-любому про яйца. У него яйца вот такие вот. Да, и ты очень твердый. А мы хремяканьки. Ладно, извините. Видите, делает вот так вот. Свет остается. Свет, да. А я чучу-чучу на высотом. Отвратительно. Продолжаем. Тут добавим звук. Туннели. Не, это, знаете, на чаши похожи, знаешь, когда там Войдер. Сейчас как будто герой инопланетянин появится какой-то. Вот эта женщина спится инопланетянка. Какие-то не такая серия. Которая разговаривает на инопланетном. Видели? Видели? У нее шесть груди. Женщина, которая говорит на инопланетном. Она приходила или к Малахову, или в какой-то... А может, она говорит, Сантори, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мы юпитерианская цивилизация. Сантори, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Она говорит, на русском говорила, Сантори, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это, ну, капец. Ребят, все найдите, вы умрете. В подъезд зашел, пропадает звук. С кем говорит, было слышно? Нет, ты только сказал привет и все. Ладно, давайте квартиру. Парни, включите, пожалуйста, дили сигнал из квартиры. Спасибо, есть. Недовольный. Спасибо, есть. Будете? Дома, дома, да. Может, приходить, что-то. Ну, что, если к нему подъезда, это звукоператор. А может, деревня стучать? Да. Ну, да, каждый раз, да. Какая тяжелая работа. Сейчас будут гости. По всей видимости, Роман снова говорил с Олесей. Однако, учитывая его непостоянство и переменчивость настроения, нас может ждать и какой-то сюрприз. Докладывайте об установке в подъезду дома. Приятно. Роман ждет гостью, а мы ждем, когда же произойдет развязка этой истории. Пока все кажется очевидным. А мы ждем, когда развязка уходится, что мы сгибать из города. Мы как-то залвались от снимания с нагаря. Однако, в нашей практике частенько случается такое, что в итоге все подозрения получают абсолютно невинное и правдивое объяснение. Всем внимания, здесь женщина какая-то подъезда подошла. Будьте готовы, если что, тебе доложить. Да, давайте посмотрим, что будет происходить. Да, есть звонок домофона, по-моему. Парень, читай еще. Нет. А вот здесь женщина. Как заметать следы? Видели их ранее? Нет, не знакомы нам. Ну, сейчас насмотримся. Обожаю его подколки вот эти. Звонок в дверь. Сигнал проходит. Если ты мне мозги-то сделаешь, то придут, то не придут. Как ромашка какая-то. А люди сидел, что-то за уши. Слышали шутку? Слышали? Четверт у меня мозги. Это значит, ты придешь, не придешь, ромашка какая-то. Она говорит, а прикол какой, поняли? Даст, не даст. Да, да, да. Это одна это. В попу, в писю, в попу. Что? Это мой листок. Прикинь, вот так бы они играли. Я хочу вот эту диску с Митей в попу, в писю, просто в рот, и тогда отправлять к кому-нибудь. Представил, что у Митей очень много ромашек дома. Громой ходит домой, уставший после стендапа, и такой смотрит в глаза жене, берет ромашка. Нет, она такая, нет, нет, только не ромашка. Я знаю, а к чему это ведет? Когда Митя приходит домой с митами, он говорит, нет! Знаменитое гадание на благословом органах. Митя на гадание. Митя на гадание в попу, в попу. Женщина замужняя. Роман и Олеся нашли друг друга. Она изменяет мужу, он любимой женщине. Это у нее трусы, конечно, большие. Охуеть. Они все-таки в письмо. Я первый раз решила. Джон, который пришел в таких, не в стрингах. Это предмет, который можно назвать словом труселя. Да, да. Ну, прям труселя. Потому что на краешских кровей это панталоны. А, кстати, тоже можно. А, кстати, в чулках. В чулках и панталонах, да. Да, и у нее еще парень вот этот скучал. Сейчас снимет она лысая. Есть плохого, что я заметил, не помыли руки. Это антисанитария. Это плохо. Да. Всегда мойте руки пред изменами. Но если она королевских хорей, то, может, там у них не такие вещи происходят. Может, они родственники? Может, у братца строят. Тогда ничего страшного. А может, у них антисептик возле кровати? Откуда ты знаешь? Такие сразу. Приступаем. Можно ставить Светланова известный. Не знаем, кто любовница. Знаем, что зовут Олеся. Просто пришла. Блин, любовница Олеся? В смысле, ты не знаешь? Что, кто-то любовница? Так, мы сил пока не вычислили, значит, пока не понятно. Пока не знаю, как зовем. Фамилия, дату дни рождения, не знаем. Но знаем, что Олеся. Да, пока не зовем эту же девушку. Знаем, что зовем в белорусском болезни. Получилось так. Кстати, за пивком, когда ходил в магаз, твоего придурка встретил. Твоего придурка? То есть, он не только по нижней его тачке возит. Я правильно понимаю? Залез под капот не только машине. Нормально, нормально. Сменю свечку не только ей. Перебрал ходовую. Поддомкратил. Вот уже потом. Поддомкратил. Поддомкратил. Ооо. Бэээ. Королькова Буров. Идема versus баттл. Это просто великолепие. А что там еще есть? Да, стал перед ней свой гидроусилитель. Короче, это, чтобы машину я ему починил. Да, он в рот, не только машине. Нет, тут не подходит. Выхлобуху прочистил я. Шо, страшно, да. И вы командует с детства такой, типа, лидер самый крутой, еще со школы. Хрен. Я, когда захочу, тогда и сделаю. Время уже поменялись. Здравствуйте. Что срочно? Здравствуйте. Поняли, как наказывать лидеров в школе? Не будьте лидерами в школе. Вашу жену почистит выхлопуху. Будьте ведомыми. Да. Вот так. Все правильно. Учитель? Подтверждаю. Знаю, видел, чистили. Рассказал свои школьные будни, Боря. Погнали. Здравствуйте. К сожалению, срочно. Новости неприятные. Я надеюсь, вы к ним были готовы. Да ну быстрее, они уже затрахались, пока ты говорил. Господи. Он думает, они сколько, два часа будут там. Неправильно показываю секс. Вот так правильно. Как ты показал? Я вот так почему-то показал. Не, 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 это да, только... Да, это лесбийский секс. Да, да, да. У нас вот жестко. Наши камеры зафиксировали, что ваш муж вам изменяет. С кем? Эта девушка зовут Олеся. Смотрите. Пришла в гости. Подождите. Да. Красиво. Не выключайте. О, вау. А скиньте на телефон. Знакомая физиономия. Ты же супруга одного из его приятелей. Да, да, управлял. Физиономия, восвоясье. Это тот автор работает. Да, тут будешь учитель русского языка. Со словариком, да, ля. Физиономия. И нафиг говоря, лицо, чело внешний вид. Они не трахаются, они делят ложу. Ложу. На русский язык я иногда. А делят лужу. Ты сильно не понял себя. Это если бомжи изменяли. Делят ложу, это ассадь в театре, да, какой-то, типа, ты имеешь в виду? Да, да. А пойдемте, графиня, на билетаж. Не бомж. На билетаж. Что за тебе это слово? Разве что-то с красным этажом. Билетаж красным этажом. Так что, возможно, вы действительно ее знаете. Что делать будем? Я хочу с ним поговорить, разобраться. И потрахаться. А там все других и других. Мы разобраться. А меня тогда? А в чем разобраться? Почему у меня в графике нет его? Почему? Там все есть, вот Ирина, Олеся, а меня нет. Я, Катя, вторник. Потому что дней всего семь. Сейчас сможете? Готовы? Поехали? Да. Поехали тогда, не будем откладывать. Дима, мы поехали к вам. Как тяжело вздыхает. То есть у него и рация, и телефон. И машина, и кроссовки. И кожанка. Дмитрий встречает Дениса и Светлану на месте событий. Для женщины пришло время снять розовые очки и разобраться с враньем своего любимого мужчины. Это тяжело, но необходимо. Транстор, Кирс, кадр взяли, работаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да что, они там еще? Там. Работала. Операция началась. Да что за полгосуточная продажа духов? Хи-хи. Сначала на этаже готовы. Вас явно держат здесь. Смотрю квартиру, сейчас лежат голые. Сходим в подъезд. О, извините, сходим в квартиру. Вас услышали. И что здесь происходит? Это что? Все объясню. Валер, что такое? Привет, вам приятно. Что это меня зовут? Это кто? Программа опасной связи. Мальчик. Вниматель. Смотрите камеры. Я посмотрю. Валер, что это неправильно выбрал время, когда представиться. Программу назвать. Есть такое, что им еще чуть немножко не до этого сейчас? Да, это что происходит? Это опасная связи. А что? Это опасная связи. Не смотри меня. Не хотите пообщаться со Светланой? А что такого? Рубри, иди мы работаем. Слава, привет, передайте на камеру. И все неправильно поняла. Преша, это жена Славы, Слава, помнишь? Да он мне просто поперек горла сидит. Это просто мисс, он не говорит. Честно, честно. Он мне просто поперек горла. И я решил тоже поперек горла им вставить. Один-один. Вот так тебя. Будешь знать, как требовать от меня работу. Вовремя. Делать больше нечего. Работать. Бе-бе-бе-бе-бе. Прикинь, такие друзья. Чего у меня нет. Я теперь все. Оказывается, что с вами спали из-за мести. Это очень смешно. Вот эта девушка, она такая. Она говорит, уходи. Она говорит, так это моя хата. И она просто говорит, а. Ладно, ты выиграл. Я тебе прощаю. Я пришла, да тебе поругаться. Все уходят. Мне смешно. Она говорит, ребята, в моей квартире идите находитесь. Они такие, блин, так это шоу. Не, 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 уходите. Это моя хата. Ну и как удобно. Видишь, вот как когда-то своя хата. Ребят, покупайте свои квартиры в Москве. Да. Покупайте. По промокоду Митя Пушкин. Никакой спектр не будет. Тут новая подробность всплывает. Я духи забыл. Кабачок не находили. Под диваном куда-то он забежал. О, у вас тут камера. А то я пуш-пуша, а не выдохли. Пуш-пуш. Пыш-пыш. Кобя. Я понимаю. Я живу лишь месяц, она удалась, все хорошо. Поняла. Вы решили вопрос. Пышь, ты мне мстил. Не звони мне больше никогда, понятно? И он такой, куда? В обуви по квартире. Моя квартира на топ-то каждый раз. Это я заслужила, вот убираться я не буду. Прикольно, что, прикинь, девчонка дала леща, который изменял. Не девушка его, которая, типа, там сколько с ней было месяц. Я узнала, что он изменял, типа, изместе. А, типа, что он требует от него работу. Нет, изместе этому чуваку. А это было обидно, да, типа, если изместе. Которого он машину делает. Типа, если изместе, типа, если ты узнаешь, что да, ты изменяешь. Если изместе, то это обидно. Представьте, вот картину. Представьте, вот вы заказали ремонт, заказали ремонт машины. Приходите в автосервис, говорят, когда будет сделана машина. Он говорит, сейчас сделаем, и трахнули жену твою. Что ты напишешь на Яндекс.Корзову у этой компании? Трахнует качественно, а жена-то не еле. С женой проблем нет, но вот с машиной. Жена довольна, я не очень, ставлю трое год. Жена вообще как шелковая, но машина кряхтит. Я не совсем за этим обращался. О, Олесия, ну а за удар? Коготочки-то надо затупить, наверное, как-то. А куда вы пошли-то? Вас что-то расстроило? Что с вами так поступили? Точно так же, как и вы поступили со своим мужем? Жизнь несправедливая, да? Не трогайте меня. Бумерангом как быстро все прилетает. Прикинь, он с ней и до дома дошел. И так скидывает ей. Она уже, она ест, и он такой, и шлюхи, Эндра, ты. Да, да, не думал, что он так, и такой, господи. Она ребенка садика ведет, а твоя мать. А потом в жизни всегда все возвращается. Она уже старенькая идет, вот такая, такая, ну и шлюха ты, конечно, была. И сценаристы в ухе, беги за ней. И чуть-чуть потруднивает. Придем, слова заканчиваются, он еще с этими поговорками дегает тебя. Ну, дорога ложка, как я, дорога ложка. Прикинь, ее уже хорошее. Да, 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 7 раз отмеряй, 1 раз отрезка. Он землю вкидывает, да, да, да. Ну, не все, коту маслянеца. Обожаю это шоу. Что тут успоко... Я тебе такого вообще не прощу никогда. Как это можно объяснить? Светлана, вы не переживайте, он инфекции-то не боится. Он даже не предохраняется, когда изменяет. Вы что? Мы очень внимательно смотрели его письмо. Там презиков нет. У них камера прям в трусах. Вот настолько кадр. Алло, Геннадий, увеличьте, мы должны увидеть, в презике он или нет. У нас есть шутка, наконец-то. Мы увеличили кадр, в этой квартире только один гондон. Потрясающе. Гондон без гондона. Таких зараза не берет. Что ты можешь мне пить? А вы рассказали уже про Ирину, нет? Про какой еще? Стой вниз, да. Какой ты устроил? То есть я выписала то, что с двумя? Нет, ну вот две, это я уже, это... Ни в какие ворота. Да, ладно, одна измена, но две, ну типа вторая, но это... Вот из-за мести я могу понять. Вот устал ты от того, что я тебя требую. Когда поделал измену, ну это ладно, отомстил человека. Ну просто так уже, ну имей совесть. А что за Ирина, это так, с двумя шапками? Просто, вы поняли, вы поняли? Если надо изменять, то и делать это только из-за мести. Да. Вот если кому-то хожу отомстить. По-другому оправдания нет, я считаю. А если член не встанет, говорите, что это потому, что месть нужно подавать. Холодный. То есть, труп. Чтобы был холодный человек, правильно? Нет. Не бойся. Нарезьте на монтаже, а любой из нужных вам ответ. Секунду. Помоги вам. Да успокойся ты. Ты просто... Можно с тобой поговорить. Куда? Есть? Секунду, поставь. Секунду, поставь. Секунду, поставь. Посмотрите, секунду, поставь. Давайте я вас трахну так. Вот номер телефона мой. Если он догоняет ее, говорит, ты приемная. очень плохой день какой у меня план не знаю почему не хочет тоже я не уверен что это сильно законно собственно в квартиру залезть чужим людям установить камеры но это вообще незаконно на самом деле типа с юридической точки зрения это вообще незаконно еле-еле выбрался это почти таймбург ну там где одна там и послетаются остальные послетаются эти шлюхи вороны давайте выходим все дверь на все замки закройте а то Вячеславка придет сейчас чует мое сердце как мы камеры он чисто подстрекала я думала как мы камеры заберем мы камеры в доме забыли они же сказали да да типа только что он как мы камеры заберем заберем он так сказал да да роман изо всех сил пытался убедить Светлану в своей любви ну не прям сильно он говорит сейчас они уйдут я объясню он говорит нет не надо ну тогда уходите там не прям мотивация будет ну я старался я жестко я все красноречие как муха пойду за шавухой умолял простить измену однако Светлана устояла она собрала вещи переехала к друзьям и ни о чем не жалеет молодец молодец Светлана неизвестно как у мистера биста будет так что что мы поняли из этого выпуска а это мораль в конце у тебя есть это блюдо которое подается холодным мне понравилась мысль то что надо всегда забирать камеры когда тебя выгоняют из чужой квартиры да сразу же мыть руки перед изменой мыть антисептик было да что еще важно понимать шаурма в том районе плохой вариант не рекомендуем да они не замазали не заблюрили и не надо у него делать машины я понял да да то трахнут твою жену да и тайм-менеджмент надо тоже соблюдать надо выговаривать да календарь айфоновский хороший завести знаешь расписание да чтоб всех шлюх по графику все да изменяйте сделайте только из-за месте делайте одно структурированное а если серьезно не повторяйте я не помню да размеренные скажу нет измены это плохо мы за институт брака да покажи кольцо я тоже за него но я просто еще не поступил в этот институт он на заочке у меня гига слабые так ребят у нас на этом все спасибо большое что посмотрели надеюсь вам понравилось нам тоже очень понравилось все ставьте лайки подписывайтесь оставляйте комментарии мы будем рады все пока любите и будьте любими все до свидания 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 до свидания